Ребята, всем привет! Сегодняшний гаражный будни мы хотели начать с маленького обзора по сварочным аппаратам. Вот мой старый аппаратик фирмы Helvi. Вроде когда я его покупал, должна быть Италия, он даже здесь номерной. Покупал я его 6 лет назад за 7000. Он был довольно-таки дорог в свое время. Но реально он ни разу меня не подвел. Пользовался я им везде, варил и в жару, и в морозы. Где-то у меня стоял под дождем, я не накрывал его. Он у меня все вынес и падал сколько раз. Единственное, что пришлось, конечно, немножко сделать апгрейд. У нас сломались колесики, колесики здесь не родные. Долго мучились, меняли 2 или 3 раза магнитную клемму. В итоге сделали вот такой вариант магнит. Вот, с размыкателем. Сейчас вроде бы нормально работает. А также родные провода были очень короткие. Пришлось сделать тоже вот такой длинный провод. Удлинил, чтобы его лишний раз не доставать из машины. 7 метров провода. Взял КГ-шку толстую. Держак тоже, наверное, 3 или 4. Сейчас приобрел довольно-таки дорогой был держак. Курт Хаус вроде. Но вот этот вроде держится. Не выгорает. Держачок неплохой. И сколько раз падал, тоже не колется. Но я им доволен. Защита от перегрева работает очень хорошо. Аппарат очень мощный. И я ни разу его не смог перегреть. В каких бы условиях не работал, без остановки 2-3 часа, он работал нормально. Расстреливал даже целую пачку электродов. Обваривал. Проблем не было никаких. Также сломалась у нас вилка тоже. Пришлось что-то колхозить своё. Месяца 4 назад я подарил брату на день рождения маленький аппаратик. Инвертор Hitachi фирмы. Он просил меня попробовать. Я попробовал, поварил. Честно говоря, мне не понравился он. То ли я к нему не привык. Ну, так и не приноровился. Но всё равно хочется попробовать что-то новое. И что-то взять полегче. Устали мы его таскать. Он весит 37 килограмм. Реально он очень тяжёлый. Вместе с проводами почти, наверное, под 40. Что ещё? Ноут. Наверное, обратили внимание, есть у нас такой магнитный уровень. Железный, очень удобный. Я вот так его закрепил. И вот он всегда здесь у нас на месте. Итак, переходим к новому аппарату. Я уже его вскрыл, когда курьер привёз. Посмотрел. Вот такая у нас клеммка есть. Набор проводов. И вот, собственно говоря, наш аппаратик Blue Weld. Вроде как написано Италия. Но я, честно говоря, этому не доверяю. Но, скорее всего, может быть какой-то хороший Китай. Он внешне сделан очень хорошо. Но внешность это не главное. Главное, я считаю, чтобы он хорошо работал. И как раз сегодня мы его попробуем. Ну, в первую очередь, что? Родные провода. Очень короткие. Вот я их складываю, смотрю. Ну, которые покороче. Я так понимаю, что это у нас земля. И вот этот. Это у нас поддержак. Толщина, в принципе, неплохая. Обратите внимание. А китайские, конечно, аппаратики. Там прям вообще проводочки тоненькие. Сделано всё неплохо. Прорезинено. И тут они вот так просто в сборе. Надо самим делать. Прикручивать. Что расстроило? Реально расстроило. Вот, пожалуйста, наша вилка, да? Вот провода. Да, всё отлично. Но вилки в комплекте нет. Это вообще такой облом. Человеку подарил, допустим, на день рождения. Или как-то человек захотел попользоваться. А ему ещё надо поехать и найти вилку. Вилка здесь нужна силовая. Потому что потребление большое. Необычная вилка сгорит. Вот это, конечно, мне очень удобно. Ну, держачок, скажем так, ни о чём. Не знаю, сколько прослужит. Но, скорее всего, купим, наверное, большой. И будем им пользоваться. Земля, вот эта тоже, долго она не прослужит. Так что сразу изначально... А мы нашли ещё вот такой вот магнитик. И есть у нас такая клеммка. Сделаем. Будет колхозно, зато будет работать. И без головной боли. Есть у нас ещё такая вот клеммка. Но мы лучше сделаем своими руками. Так, покажу вам ещё его поближе. Ну, в общем, вот такой вот аппаратик. Регулятор. Два входа под провода. Здесь кнопка. И сейчас пойдём испытывать и скажем уже непосредственно свои впечатления о его работе. У нас очередная подработка. Ко мне обратился клиент. Мы уже делали ему гараж. У него два гаража. И он попросил нас подварить петлю. Вернее, не петлю. Суть в чём. Вот здесь такие решёточки. Смотрите, они были сварены между собой. Здесь арматура вот оторвалась. И когда он открывает, то у меня вот эта воротина просто падает. И, соответственно, они не сходятся там. Он не может их закрыть. Что мы сделаем? Мы зачистим сейчас здесь. Забьём сюда уголок поближе. Отпилим кусочек уголка. И всё это дело приварим. Работа здесь всего лишь на 5 минут. И также мы сейчас будем тестировать наш новый аппарат. Сварочный. Мы его уже подключили. Сделали провода. И сюда подъединили. Нашли розеточку. Так что посмотрим. Так, ну, в принципе, я всё это дело приварил. Ну, всего два сварочных шва сделал. Пока ничего не понял. Надо всё-таки конкретно так поработать с ним и поварить. Но первые впечатления, в принципе, неплохие. Дугу очень легко поймать. Ну, скажем так, аппарат для дураков, где не надо напрягаться. Не нужно какое-то мастерство. Сразу дуга зажигается. И только шов клади, и всё. Результат получен. Всё открывается. Документы. Ну, насколько это возможно. С такими кривыми решётками. Что ещё интересного? Есть машинка. Машинка без документов. И владельцы хотят её продать. Сейчас они думают восстанавливать документы, не восстанавливать документы. Мы когда встречались с хозяином, поговорили, спросили, можно её отснять. Он сказал, да, снимать её без проблем. Так что, если у кого-то есть интерес, мы её покажем вам. Ну, пишите, спрашивайте. Может быть, кому-то она и понадобится. Под восстановление или на запчасти. Ну, машина стоит довольно-таки давно уже. Колёты скучные. Жарчины никакой я не вижу. Довольно-таки крепкий аппарат. Вот здесь даже скольчики какие-то есть. Да, и никакого намёка на рыжиков нет. Ну, какая-то резина ещё к ней, я так понимаю. Запасные части, какие-то двери серые, загрунтованные. Где-то я видел даже багажник. Вот это, наверное, от неё крыша. Ну, вот такой вот у неё салончик. Пробег мы посмотрели на спидометре 76. Ну, подозреваю, что он не 76, а, наверное, 176. Не скажу, что аппарат в каком-то уж суперском состоянии. Ну, довольно-таки крепкий. Целиковый диван. Ручка переключения передач. Ещё на рулевой колонке. Я так понимаю, что это как раз старый ещё. Вариант. Здесь вот так прямо водительцы закрыли с любовью с флафанчиком салон. Тут чехлы. Тут уголочек видно. Ну, в принципе, и неплохо тут. Так сохранился салончик. Живой. Всегда мне нравились такие прозрачные у них солнечные козырьки. Продают какие-то серые. Я видел зелёного цвета. Цвет, как я понимаю, он не белый, а бежевый. Там ещё какие-то прокладочки на неё. Всё, здесь мы закончили и идём дальше. Сегодня у нас очень хороший солнечный день. Мы решили доделать нашу работу, которая уже месяц нас стоит и ждёт. Были проблемы с машиной, не заводилось. Были морозы. Потом приехали, пошёл снег, было очень холодно. Сегодня вот плюс, наверное, один. Солнышко, всё прекрасно. Мы приехали на место. Взяли весь инструмент. Сейчас я объясню вам, что надо сделать. Здесь у нас был кабель шёл. Когда очистили снег, его порвали. Вот этот фонарь был с той стороны. Его полностью вырвали. Вот здесь у нас такой провод по напряжению. А что мы хотим сделать? Ну, фонарь, понятно, идёт уже сразу в расход. А вот эту трубу нам надо закрепить вот на этой стене. Изначально она держалась, я даже не пойму как, то ли вот на этих скобах. Честно говоря, даже не помню, как она здесь держалась. Я заметил здесь. Вот здесь у нас есть полосочка. И вот здесь у нас есть профилёчек. Вот эту трубу мы сейчас приварим к этому профилю. Очень неудобно здесь работать. Во-первых, здесь горка. Лестницу не поставишь. Скорее всего, наверное, подгоним сейчас машину и с машины уже залезем. Приварим всё это дело. Соединим электрику. И если найдём, сегодня установим уже сразу новый фонарик. Потому что этот мы выкинем. Так, вот эту трубу мы установим. Приварим её на место. Так как это было подобие такого гуся. А сюда мы уже наденем новый фонарик. Так. Так... Решили приварить уголок Площадку, чтобы нормально поставить на нее трубу Мучились, мучились Никак вдвоем не можем Без площадки ее нормально приварить Вот этого старого кабеля Нас не хватает Но и он вообще был очень плохого качества Гусь мы подняли выше И теперь тут у нас не хватает метра И кабель видите в каком состоянии Весь перекрученный, весь перебитый Его честно говоря уже трудно кабель даже назвать Здесь у нас всего метров наверное 8 Расправочная коробка вот здесь Туда идет у нас 380 Поменяем Новый кабель Подадим Натянем И все будет у нас по-человечески Я думаю что в следующий раз уже не порвут И соответственно у нас еще будет все это дело повыше Весной здесь у нас вообще планируется Очень большой объем работы По всей стоянке мы будем менять старые кабеля Ставить новые мачты Пятиметровые Чтобы уже тракторастник, погрузчики их уже не рвали Здесь будет тоже 2 мачты по 5 метров И мы будем поднимать уже на другую соответственно все это дело высоту По объему работ у нас где-то это будет месяца на 2 на 3 То есть у нас тут будет кабеля, мачты, щитки, новые автоматы По смете где-то получается около полмиллиона Ребят мы здесь конкретно подвисли Думали что побыстричку, а ничего не выходит Срезали старый кабель Администрация нам дала вот такой кабель Нашли, не хотят они покупать Он бушный, но мы прозвонили В принципе он нормальный Еще одна проблема С этой стойкой Вы видели как она стояла Приварена она не была Была прикручена на проволоке Через деревяшку В общем мы даже не смогли бы нормально это дело натянуть А делать через задницу мы не хотели Пришлось взять, оторвать, все срезать Приварили заново этот гусь Выставили фонарь Сейчас будем натягивать, перекидывать кабель уже на ту сторону Тянули трос Единственное, что он у нас не особо ровный кабель Вот такой вот у нас как волна получился Берем нашу любимую РКУшку на 60 ватт Сейчас ее будем вешать Обычно здесь у нас монтаж идет Или на гуся, или на трубу Здесь есть два болта Я их выкручиваю практически полностью Вешаю вот так светильник И соответственно потом уже включаю провода Я уже чувствую, что кто-то готовится написать в комментах А вдруг он упадет Но еще ни разу не падал Что я вам скажу В принципе сейчас я мучаюсь проводом Но напарник меня снимает Не может мне помочь Обычно можно продернуть с той стороны провод И он хорошо бы у нас пошел Подзатянем на всякий случай Все, здесь у нас все готово Все закончили Старый фонарь у нас горит Но проверили, запустили Новый фонарь тоже повесили Все у нас работает Единственное у нас сейчас был затык Все подключили Но электричества не было Оказалось, что здесь было замкнуто И был выключен автомат Сейчас включили, проверили И запустили соответственно вот этот хвостик Здесь все По итогам сегодняшнего дня Провозились мы 5 часов Приехали в 12 Уехали в 5 Ситуация эта была не штатная В мои обязанности это не входило То есть это оплачивается отдельно Заработали мы за эту работу 3000 Но честно говоря Дались они нам тяжко Сейчас выдвигаемся в нашу сторону Отдыхать, заниматься другими делами Продолжение следует... Продолжение следует...